Доброе утро всем! Скажите, пожалуйста, слышно ли меня и видно ли экран? У вас должна быть видна презентация. Справа в панели у вас есть меню questions, там можно писать. Так, вижу плюсики. По громкости скажите, достаточно громкость? То есть все прекрасно слышно? Здорово. Все, поехали. Еще раз доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим про то, как сделать преимущество, преимущественно интернет-магазин, ну в частности поговорим про интернет-магазин запчастей. Будет вебинар состоять у нас из двух частей. Первая часть это будет рассказ о платформе Albitrix, о тех инструментах, которые помогут вам, скажем, стать лидером среди других магазинов. Вторая часть. Ярослав Бекулов расскажет вам про, собственно, его решение. Поэтому сейчас начнем. Немножко про регламент. Вот как раз в questions вы можете задавать свои вопросы. Наверное, сделаем в самом конце, то есть время выделим на ответы. Потому что часто ответы во время вебинара, они отвечаются уже чуть позже. Поэтому прерываться не будем, это сделаем в конце. И самый, наверное, популярный вопрос, который будет задаваться, будет ли запись вебинара. Да, она будет. Все будем выкладывать. Наверное, если не сегодня, то в ближайшие пару дней. На странице, где вы проводили регистрацию, на сайте 1SBitrix, она будет выложена. Можете будет посмотреть повторно. Итак, если все хорошо, начинаем. Давайте сначала все-таки хотелось бы немножко посмотреть про тенденции, которые наблюдаются в e-commerce. Вот здесь мы видим такую вещь. Аудитория российского интернета. Это исследование буквально весны этого года. Посмотрите, что мы здесь видим. 82 миллиона человек уже в интернете. То есть 66% населения, в общем-то, уже знают, что такое интернет. Они постоянно посещают. Но поскольку это большая цифра, уже идет очень маленький прирост. Посмотрите, всего лишь 5% за год. Если раньше мы могли с вами привлекать посетителей в онлайн из тех, кто еще там не был, то сейчас уже это сложно делать. То есть по факту мы должны работать с теми, кто есть. Увеличивать тем самым средний чек, увеличивая тем самым повторные покупки этих ваших клиентов, которые к вам пришли. То есть мы должны удерживать их постоянно. И вот, например, потенциал роста. Мы видим, что самый большой потенциал – это из аудитории тем, кому за 55 лет. То есть очень маловероятный контингент, который можно привлечь. Поэтому еще раз подтверждает тезис, что должны мы работать сейчас с тем, кто есть, максимально увеличивая конверсию. Еще один тренд – мобильность. Мобильность в e-commerce выходит просто на потрясающие уровни. Мы видим здесь 41% – это аудитория заходит с мобильных устройств. С планшетов 26% и даже, видите, уже телевизоры. То есть с телевидения тоже проникает в сеть интернет. Самое интересное на динамике – посмотрите, на динамике 34% в год идет рост аудитории на мобильных устройствах, на смартфонах. И на десктопных компьютерах аудитория падает. То есть мы должны правильно работать с мобильной аудиторией. Соответственно, тренд еще один – это, конечно же, мобильность. Что это все значит? Еще раз подытожим. То есть большая часть населения в сети, работа, возможно, только с регионами сейчас. То есть мобильные устройства становятся все популярнее. И поисковые системы также становятся требовательны к мобильным версиям сайта. Что все это значит? Значит, сайт должен конвертировать посетителей в покупателей. Лучше мы должны угадывать желание и потребности посетителей. То есть сразу же предлагать то, что клиенту нужно. Ну и мобильность, конечно. Сейчас я перейду сразу к онлайн-работе с нашим магазином. Так выглядит типовой шаблон нашего магазина. Немножко посмотрим основные моменты. Ну и так, заголовок, телефоны, время работы, меню с каталогом. Здесь баннер. Вы видите, сейчас мы сделали интерактивный баннер. Сюда можно загрузить какое-то из YouTube видео. Ну и обычные стандартные картинки, конечно. То есть делайте максимально привлекательным главную страницу для того, чтобы клиент остался с вами. То есть чтобы он задержался более чем на 4 секунды. Итак, раздел дальше. Тренды сезона. Может быть какие-то акционные товары здесь вывести. Раздел какой-то интересного сервиса, который вы предоставляете. Уникальные новости, статьи, обзоры могут быть по вашим товарам. Блок социальных сетей. Еще небольшой раздел такой навигации по вашему сайту. Теперь посмотрим с вами, как происходит работа клиента на сайте. То есть что он приходит, что он хочет сделать. Он хочет, естественно, найти то, что ему необходимо. Ему необходима одежда. Он может это сделать несколькими способами. Ну и естественно зайти в каталог. Посмотреть, например, нижнее белье. Заходит в каталог. Выбирает то, что ему необходимо. Ложит в корзину. Делает покупку. Но что если у вас каталог с товарами очень большой? То есть очень большое количество товаров. Очень большая номенклатура. Но клиент знает, например, название или тот товар, которому необходим. Ну, например, платье. Для этого есть интеллектуальный поиск. Вот мы набираем просто платье. Видит, даже раскладку понимает. И выводит, собственно, те товары из необходимого каталога, которые соответствуют поисковому запросу. Или, допустим, знает точно название товара. Вот, например, футболка. Видите, причем поиск интеллектуальный. То есть он не ищет конкретное слово, а он подбирает по синтактически. То, что нужно. Ночи, ночная. Все это подходит. Хорошо. Это один из способов. Третий способ подбора товаров – это фильтр. Мы сейчас используем фасетный фильтр. Что такое фасетность? Делается сразу же предустановки множества вариантов совпадений товаров. В результате чего поиск получается очень быстрым. То есть фасетный поиск фактически может очень быстро искать тысячи, сотни тысяч в каталоге товаров. И это делает очень быстро. Ну, и далее посмотрим, подберем, например, по цене. Что-то нас не устраивает. Видите, сразу появляется сколько товаров соответствует данному фильтру. Нажимаем «Показать». Он нам фильтрует. То же самое фильтр можно сделать по бренду. Например, кому-то нравится определенный бренд. Можно выбрать. Здесь сразу же показывается то количество, которое соответствует этому бренду. Аналогично. Производитель, материал, цвет. Вы здесь можете выводить все свойства товаров, которые хотите, чтобы была фильтрация для ваших клиентов. Хорошо. Товар мы нашли. Нам понравилось. Мы должны сделать покупку. Посмотрите, удобно делать покупку, выбрать количество товаров, размер и цвет прямо из каталога товаров. То есть мы здесь выбираем количество, выбираем размер, вложим в корзину. Система может предложить как остаться дальше, выбирать товар следующий, так и сразу же перейти в корзину. Ну, давайте сделаем такой тестовый заказ. Сейчас мы немножко для того, чтобы в дальнейшем работать, показать, как работают сами заказы. Посмотрите, еще интересный раздел здесь находится. Это персональные рекомендации. На персональных рекомендациях я остановлюсь чуть позже. Вкратце скажу, что система автоматически подбирает для вашего посетителя сайта то, что ему заинтересует. Это делает с математическими алгоритмами сложными, но по факту она предугадывает то, что клиенту интересно. Опять же остановлюсь чуть позже, объясню про этот механизм. Ну, давайте пока просто сделаем несколько покупок. Так, еще что-нибудь. Давайте, например, посмотрим штаны. Так, тут спрашивают насчет, почему одежду показываем. Потому что сейчас я показываю вам наш типовой шаблон, который входит в поставку нашего дистрибутива. А про одежду уже расскажет мой коллега Ярослав. Это будет во второй части. Дождитесь, у него тоже будет интересный доклад. Именно по шинам. Я пока рассказываю про механику, про технические возможности, как может работать магазин. Итак, допустим, выберем вот эти штаны. Это детальная карточка товара. Здесь выводится цена. Галерея показывается. То есть, вы должны показать, как выглядит товар. Выбрать размер. Цвет какой-то. Сразу же. Соответствующее изображение. Также дать возможность выбрать количество. Какую-то информацию о бренде, производителе. Какие-то дополнительные свойства товара. Тоже здесь полезно выводить. Сделаем покупку. Итак, мы попали в корзину. Здесь, опять же, не забываем, что нужно вывести еще раз возможность изменить какие-то параметры. Потому что клиенты часто передумывают. То есть, например, размер поменять. Или количество. Здесь это все можно сделать. Еще удобная кнопка. Это кнопочка отложить. То есть, если клиенту что-то понравилось, но он думает, я куплю чуть-чуть позже, например, с зарплаты, то можно сделать такую кнопку отложить. И он обязательно вернется к вам в магазин. Обязательно купит то, что ему понравилось, то, что он отложил. Давайте продолжим оформление заказа. Здесь у нас показывает выбор типа плательщика. То есть, будет это физическое лицо или юридическое. Дальше предлагает выбрать профиль. Профили все сохраняются у пользователей. То есть, по умолчанию создается, допустим, если человек не авторизовался на сайте сразу, то он его записывает и регистрирует под его имейлом. Ну, вот, например, я профиль уже создал до этого дела заказ. Можно сделать какой-то новый. Здесь все подставим автоматически. Ну, давайте произойдем оплату. Далее выбираем службы доставки, как мы хотим. Допустим, доставка курьером нас интересует. И способ оплаты наличным курьером. Сразу оговорюсь, вот эти способы оплаты и доставки, они также настраиваются. Можно настроить при определенных способах доставки, например, определенные способы оплаты. Или наоборот, сделать зависимость. Это я тоже покажу, как это делается. Давайте все-таки завершим заказ, для того, чтобы мы с вами с ним поработали в дальнейшем. Так, заказ создан. Все можно посмотреть в персональном разделе. Далее. Теперь мы немножко поработаем с контентом. Как управлять сайтом. Для этого у нас присутствует такой инструмент, как Эрмитаж. То есть это интерфейс для работы над сайтом. То есть вам не нужно заходить в административную панель. Ну и вообще не нужно программировать, конечно же, для того, чтобы изменять какие-то параметры страницы. Давайте перейдем на главную. Немножко с главной показать будет интересно. Допустим, нужно поменять телефон. Всплывающее окно. Изменить область. И мы, соответственно, меняем то, что нам необходимо. Система сразу же сохраняет. Обратите внимание, если случайно что-то сделали ошибочно, то система предлагает сразу же быстро отменить изменения, чтобы ошибка эта не сохранилась. Но самое интересное это работа, конечно же, над каталогами. Посмотрите, как удобно это происходит. Можно здесь, прямо из страницы публичной, изменить товар. Мы нажимаем «Изменить товар». Открывается подробная карточка товара. Например, нам нужно поменять цену. Ну или, например, сделать какую-то акцию или скидку применить. Мы открываем раздел «Торговые предложения» здесь. Либо цены, если у вас не будут торгового предложения. Мы выбираем, например, мы сделаем, поменяем розничную цену. Ну давайте. Розничную цену для белого цвета, размер S. Сейчас стоит цена 1399. Сделаем ее, допустим, 11000. Не важно. Так, сохраняем. Сохраняем. И теперь посмотрите. Мы выбираем этот товар. Так, мы у нас с вами для размера S изменили цену. Нажимаю S. Вот, посмотрите. Цена изменилась. Ну тут, конечно, 10% скидки применяется товар. То же самое можно как изменить, так и добавить товар. Нажимаем создать. Открывается та же карточка товара. Сделаем тестовую, например. Ну, в общем-то, даже бытовые достаточно. Но можно еще, конечно, сделать цену, например, вот такую. Сейчас страничка отновится. Вот, посмотрите, мы создали товар. То есть, буквально двумя кликами мышки мы уже завели товар. Не нужно никаких сложных действий. Удалим его. Пока не можем. Интересен. Редактирование пункта меню. Здесь сделано удобное редактирование. Вы можете сразу создавать, например, раздел. Раздел какой-то в каталоге товаров. И он автоматически отобразится в меню. Ну, либо просто отредактировать. Здесь это делается немножко по-другому, потому что завязан на свойства. Можно вставить какой-то пункт. Сейчас же сделаем. Тут можно ссылку на страницу. Не важно. Мы теперь идем. Вот у нас создался наш тестовый пункт меню. Ну, и, соответственно, там дальше можно сюда наполнение делать каталогом. Можно страницу здесь создать. Опять же, все делается из интерфейса Эрмитаж. Все очень просто. Буквально не из каких кликов. Добавим, добавим. Новая страница. Нажимаем готово. Сейчас там здесь какой-то текст. Ну, у нас немножко поехало, но фактически мы добились то, что нам нужно. Создался пункт меню, новая страница, необходимые информации. То есть можно здесь прекрасно все, быстро и удобно работать. Так, ну, немножко разобрались с управлением контентом. Обращаем внимание, что типовой магазин, ну, наверное, большинство уже из предложенных партнерами нашими типовых шаблонов, они уже делаются адаптивными. То есть он будет отображаться на мобильном устройстве так, как удобно это мобильному пользователю. То есть адаптивный дизайн. По-разному будет сжиматься. Какие-то баннеры скроются. Например, этот динамический баннер, он скроется, будет показывать только обычные такие статические картинки. Ну и, соответственно, товары тоже сожмутся. И наверняка вы видели такие адаптивные сайты. Это тоже не забывайте делать по умолчанию. То есть адаптив должен быть всегда, потому что, помним, мобильных пользователей становится все больше. Нужно им давать возможность посмотреть ваш сайт с мобильного устройства. Итак, далее. Посмотрим с вами все-таки второго каталог еще со стороны администратора. Ну, это может быть, конечно, не обязательно администратор. Можно дать какому-то контент-менеджеру права на редактирование каталога или на редактирование контента сайта. Немножко пробежимся по основным элементам. Здесь мы видим рабочий стол. Размещены виджеты. Их можно добавлять, удалять. Здесь, например, по умолчанию выведен виджет по продажам, по заказам каким-то. Статистика тоже по товарам и продажам. Это очень удобно. Виджеты сканера безопасности. Скорость сайта. Тоже о скорости сайта немножко расскажу. Это важный параметр в текущей ситуации для современных сайтов. Раздел контента. Здесь, в общем-то, управляет всей начинкой вашего сайта. Раздел маркетинга. Здесь собраны основные инструменты для маркетологов, для продвижения, для работы с конверсией. Тоже несколько инструментов я сегодня затрону. Ну и, собственно говоря, тот раздел, который нам будет часто необходим, это магазин с каталогом товаров. Вот, например, каталог товаров одежды у нас. Смотрите, здесь можно сделать, опять же, быстро добавить раздел. То же самое, как мы делали со стороны публичной. Допустим, тестовый. Сохранить. У нас создался раздел. А на сайте у нас в пункте меню тоже создался сразу же следующий пункт меню. Ну и, соответственно, при нажатии на него, если мы добавим сюда товары, то он будет заполняться. Конечно же, этот вариант удобен, если у вас, допустим, до сотни, наверное, товаров существует. То есть, при большем количестве уже фактически нужна какая-то автоматизация. И мы предоставляем автоматизацию с помощью 1С. Можно, конечно, выгрузить каталог из CSV, из XML, но очень удобно делается все через 1С. Как правило, у компаний, у которых большая номенклатура, они все делают в автоматизированном виде. Немножко сразу скажу вам про 1С. Где посмотреть информацию об этом? На сайте 1sbitrix.ru. Есть пункт меню «Еще». И раздел «Интеграция с 1С». Вот здесь интернет-магазин плюс 1С. Можно посмотреть, какие требования предъявляются к 1С. То есть, с какими конфигурациями у нас поддерживается обмен. И самое еще важное, хочу заострить внимание над тем, чтобы вы все-таки пользовались нашим созданным модулем дополнительным для интеграции. У него больше возможностей, чем у базового, который входит в 1С. Здесь есть и обмен в реальном режиме времени. Соответственно, больше настроек, больше возможностей получить полноценную интеграцию. Делается это все здесь. Из настройки. Из интеграции. Так, немножко про это достаточно, я думаю. Теперь мы с вами рассмотрим, как работать с заказами. Да, я совсем забыл вам рассказать об очень удобном инструменте, с которого нужно начинать. Так называемый мастер-магазин. Посмотрите, ну, фактически это, наверное, похоже на игру, где нужно заполнить прогресс. То есть, шкалу до 100% довести. И, соответственно, данный мастер, он вас проводит по всем основным этапам работы с различными частями интернет-магазина. То есть, помогает настроить, помогает поддерживать его в рабочем состоянии. Ну и, допустим, какой-то инструментарий по работе с текущим интернет-магазином. Это делается очень просто. Мы открываем поэтапно каждый раздел. Например, используем валюты. Здесь нам предлагает сразу же пройти, ну, почитать документацию. Да, нажимаем сразу на документацию. Смотрим касательно этого раздела всю информацию. Изучаем. Делаем настройки. Если вы все здесь настроили, нажимаете «Задание выполнено». И в мастере вы увидите, что прогресс пошел. Тем самым, постепенно-постепенно проходя по этой ветке, мы очень просто настроим магазин. То есть, не нужно бегать вот по этим пунктам меню. Здесь вас система направит туда, куда нужно. Давайте перейдем к заказам. Мы, помните, создали тестовый заказ. Посмотрим, как с ним поработать. Вот у нас заказ создан. Так выглядит список заказов. Опять же, колонки, конечно же, можно настраивать, выводить то, что необходимо. Здесь видно основную информацию пока. Ну, откроем детально товар и посмотрим. В этом разделе показывается основная информация. То есть, номер заказа, кто покупатель, его контактные данные, стоимость товара, если скидка применяется, стоимость доставки и статусы по платежной системе доставки. Можно быстренько перейти, ну, допустим, и изменить статус. Например, вы знаете, что получила бухгалтерия оплату. Вы изменяете, сохраняете. Сейчас не будем делать, покажу почему. Но, опять же, это автоматически делается. При интеграции с 1С это все автоматически статус меняется. Сейчас мы сделали очень интересное нововведение. Что если клиент вас попросит сделать частичную плату одним способом, а другую часть другим. Ну, например, скажет, хочу в нашем случае, допустим, 10 тысяч заплатить по карточке, остальное курьеру наличному. Теперь у вас этот запрос в тупик не поставит. Мы делаем очень просто. Удаляем оплату, добавляем. Итак, 10 тысяч карточкой. Сказал, хорошо. Сохраняем. И вот, обратите внимание, еще один пункт можно прикрепить галочкой, чтобы быстро переходить. На данный раздел. И остаток наличному курьеру. Пожалуйста. Все очень просто. Вы увидите поступление по этой части, увидите поступление по этой части. То же самое и с доставкой. Например, у вас на одном складе нет того количества товаров, которое здесь. Можете сделать частичную отгрузку. То есть, отгрузить какие-то части товара. Например, вот это белье отгрузить с одного склада, этот отгрузить с другого. То есть, делается опять же таким же образом. Можно отредактировать, можно удалить, сделать две новых или сколько количество, любое, которое вы хотите. Статусы заказа, ну, естественно, меняются автоматически при оплате. Это все поменяется. Сделаем, выполнен. И здесь тоже оплатим. Посмотрите. Здесь у нас статус уже поменял. То есть, мы фактически знаем, что у нас все хорошо. Оплата прошла. Можно связаться с доставкой. Говорить, что доставка разрешена. Ну, отгрузки уже, например, кладовщик вам все проведет. Проведет, опять же, с 1С. Это все по складскому учету пройдет. Далее. У нас еще остался интересный момент. Это инструменты повышения конверсии. Помните, мы говорили, что все-таки нужно работать над конверсией. Что такое конверсия? Допустим, к вам пришло на сайт тысяча посетителей. Из них 30 сделали заказы. Значит, конверсия у вас 3%. То есть, вот так считается. Чем больше конверсия, тем, соответственно, успешнее и магазин. Для этого у нас существует очень полезный инструмент, который называется пульс конверсии. Он находится в разделе маркетинг. Здесь, опять же, такая условная шкала сделана, где показывается, в каком статусе у вас сейчас находится конверсия. Ну, где-то с 2,5% это уже считаем мы, конечно, хорошей конверсией для интернет-магазина. Пока у нас тут демо данные забиты, оно не сильно считает хорошо. Но здесь вы будете видеть графики. То есть, можете конверсию считать по различным каналам. Откуда заходили, с каких устройств заходили. И детальку по каждому из каналов. Например, смартфоны, бекстопы. Все здесь понятно. То есть, теперь вы сможете понимать, как у вас обстоят дела. Потому что, когда конверсия не измеряется, обычно так говорят, у нас хорошая конверсия, у нас плохая конверсия. А какая, точно так сказать, никто не может. А когда вы видите цифры, с ними можно работать. То есть, вы можете оценивать конверсию и работать над ней. Следующий инструмент для владельцев интернет-магазинов, конечно, это же бизнес-модель. Здесь тоже показывается конверсия, но здесь получается, в общем-то, показывает ваш заработок. И самое интересное, здесь есть режим прогноза. То есть, вы можете посмотреть, как у вас будет меняться ситуация в зависимости от различных параметров. Ну, например, рекламный бюджет сделаем, 1000 рублей. Цена за переход у нас, пусть будет, там, 2 рубля. Далее, сделаем себестоимость товара. Пускай товаров вообще 1000 рублей. Ну, на прочие расходы еще 5000 положим. Так, оценку сделаем, пускай 20%. Видите, система автоматически подбирает по параметрам введенным. И давайте с вами посмотрим, что происходит с конверсией. Пустим средний чек. Ну, пускай 2000 будет. Смотрите, вот мы заполнили разделы таблицы. Считает наш валов доход, минусует расходы на рекламу, различные прочие расходы, показывает, сколько мы получаем прибыли при конверсии 1. А теперь посмотрите, как будет меняться выход. Допустим, мы хотим еще больше рекламы дать. Допустим, 10 тысяч реклам. Ну, здорово, повысилось, хорошо. Но давайте сейчас сделаем интересный момент. Мы увеличим конверсию. И, допустим, поставим тот же рекламный бюджет побольше. Смотрите, насколько сразу вырастает прибыль. Что это говорит? Это говорит о том, что нам нужно работать с конверсией. То есть максимально увеличивать конверсию, максимально растет прибыльность вашего магазина. Хороший инструмент, определение, собственно говоря, как у вас дела с конверсией, это инструмент АБ-тестирования. Часто получается так. Мы не знаем, что нравится посетителям, а что не нравится. Есть, конечно, различные услуги компаний, которые это делают. Это очень долго, это трудозатратно, это сильно дорого. Мы сделали очень простой инструмент, в котором вы можете буквально несколько шагов посмотреть, что лучше нравится, что лучше конвертирует. Ну, такой простейший вариант – это, допустим, дизайн сайта поменять. Почему нужен этот инструмент? Потому что логически бывает так, что вам кажется, что мы сейчас сделали новый современный дизайн, по всем критериям, допустим, современности. Ну вот, 100% это будет нравиться лучше. Но вы никогда не узнаете, так ли это, пока не сделаете АБ-тестирование. И, как показывает практика, предположения, они не всегда оказываются правильными. Поэтому запускаем такой АБ-тест, назовем новый дизайн. Выбираем сайт, с которого запускаем. Выбираем здесь определенный трафик. Но обычно выбирается 10-20% посетителей, то есть среди них будет половина перебрасываться на один дизайн, половина будет перебрасываться на второй дизайн. Выберем здесь 100, чтобы у нас быстрее показательнее было. Выбираем шаблоны. Текущий у нас адаптивный интернет-магазин. Тестовый шаблон. Давайте такой. Тоже шаблоны, конечно же, должны сделать ваши разработчики, но запуск самого теста, он очень простой. Итак, мы его создали. Запускаем. Запущен теперь, давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Сейчас мы создадим. Вот у нас пришел посетитель незнакомый, пришел на наш сайт. Мы немножко сделаем пару хитов, чтобы у нас показало, что шаблон меняется. Так, давайте еще зайдем отсюда. Чтобы разные посетители были. Не хватает хитов почему-то. Сейчас еще раз. Не хочет менять. Сейчас момент. Смотрим, что у нас здесь. Почему так происходит. Трафик 100%. Ну, в общем-то, вот второй вариант, который должен был показываться. Это, конечно же, очень грубо, но вот одним пользователем показывается вот такой вот страшной вещью, другим будет показываться наш красивый. Соответственно, после того, как здесь клиент проведет оплату, либо что-то сделает, либо на этом сайте, в конце тест выдаст вам результат, он покажет вам конверсию, какая была лучше. Тем самым вы можете принять решение. Действительно, да, новый дизайн, он действительно лучше конвертирует. Соответственно, нужно менять. Еще интересный момент. Не буду на всем останавливаться. Очень много инструментов. Это, в общем-то, скидки. То есть, скидки – это, ну, до сих пор, наверное, самый популярный вариант привлечения клиентов. То есть, мы делаем скидки. Клиент приходит, он хочет получить какую-то выгоду. Скидка заводится тоже очень просто. Выбираем скидку. Например, сделаем распродажу. У вас на складе накопилось какое-то количество товара, которое вы хотите распродать. Выбираете процент скидки. Можно процентах, можно суммой какой-то делать. И ставим условия. Здесь мы выбираем, например, сейчас мы найдем количество товара на складе. Например, больше 50. Все. Сохраняем эту скидку. Теперь она автоматически будет применяться к тем товарам, которых на складе больше 50. Как только станет количество меньше 50, скидка отключится, потому что у него в условиях, в общем-то, это есть. Причем можно делать абсолютно различные скидки в зависимости от количества, от способов оплаты, от способов подгрузки, скидки в какой-то определенный день и так далее, и так далее. Это комбинировать. Это все очень просто делается. И не нужно никаких специфических знаний. Но опять же не забываем, что если что-то непонятно, мы нажимаем документацию и изучаем соответствующий раздел. Нажимаем выполнить. Хорошо. Еще один инструмент, скажем так, удержания клиентов, это триггерные рассылки. Что такое триггерные рассылки? Это рассылка, которая делается на определенное действие клиента или бездействие. То есть, например, у нас клиент что-то положил в картину и ушел. Мы можем сделать триггерную рассылку, которая будет смотреть, что клиент недоформил заказ и через какое-то время отправлять ему. Вы наверняка видели в современных магазинах это такие рассылки. Здравствуйте, вас давно не было. Заходите к нам. А у нас сейчас скидки. В случае, например, с брошенной корзиной можно сделать такую рассылку. А у нас вот на те товары, которые вы, в общем-то, положили в корзину, у нас сейчас скидки тоже. Заходите, покупайте и так далее. Вообще, на самом деле, было сделано такое тестирование, наверное, аналитика. То, что привлечение нового покупателя оно стоит в разы дороже, чем удержание текущего. Поэтому не забывайте этим пользоваться. Мы должны удержать. Посмотрим, какие есть инструменты. У нас здесь заготовка сделана с несколькими шаблонами. То есть, например, вот забытая корзина, о которой мы говорили. Отмененный заказ, если посетитель что-то сделал, бросил. Это такие письма в догонку, когда уже клиент купил, можно что-то приятное еще отправить. Какой-то, может быть, бонусный купон и так далее, и так далее. Это вот будильники такие. Это в случае, если человек сделал заказ и какое-то долгое-долгое время у вас уже не было. Ну, например, 91. Вот рассылка интересных хулиганств. Это, ну, скажем так, шуточные рассылки, которыми вы можете тоже завлечь клиента обратно к вам в магазин. То есть, ну, в такой, скажем так, игривой форме, когда, ну, фактически понятно, что пишет живой человек. Да? То есть, вот, мы должны вести диалог с клиентом, ну, не забывая, что он тоже живой человек, он просто как клиент недушевленный. Ему нужно эмоционально какую-то связь давать. Поэтому такие рассылки дают такие возможности. Поэтому пользуйтесь обязательно, не забывайте про эту возможность. Хорошо. Немножко про персонализацию. Вот как раз мы с вами говорили про тот раздел персонализации на персональной рекомендации. Начало показывать. Хорошо. Сейчас я закручу этот обои тестирование. Все. Включение. Персональные рекомендации. Что такое вообще персонализация? Я вам попробую это все рассказать на таком простом примере. Допустим, к вам приходит клиент интернет-магазин. Не обязательно к вам. В любой интернет-магазин заходит клиент. Он выбирает телефон, выбирает чехол, выбирает зарядное устройство. Система персонализации она это учитывает и запоминает. Допустим, дальше пришел следующий клиент. Он интересуется таким же телефоном. Стоит предположить, ну и система конечно так делает, что раз клиент заинтересовался этим телефоном, то скорее всего ему понадобится и чехол, и зарядка. Тем самым в персональном разделе, персональных рекомендаций. Он показывает, а вот посмотрите, купите еще вот это и вот это. Наверное, вам это будет полезно. Хорошо. Что делать, если пришел клиент, о котором мы ничего не знаем, то есть он ничего не покупает, пока ничего не положил в корзину, просто зашел. Как показывать, как система показывает персональные рекомендации в этом случае? А в этом случае она на основе различных свойств сравнения между клиентами, то есть это может быть пол, возраст, какие-то интересы, он сравнивая их между собой, предполагает, что скорее всего, если там бизнесмен, не знаю, или молодой успешный человек, скорее всего, он заинтересуется, допустим, айфоном, и соответственно даст ему сразу же рекомендацию. Таким образом это работает. Как это настраивается в системе? Здесь присутствует раздел персонализация, скажу сразу, это облачный сервис, он не требует вообще никакой настройки, практически никакой, то есть вы включаете здесь систему, устанавливается компонент определенный, который называется пикдата, в нашем шаблоне по умолчанию он тоже присутствует, то есть его даже не надо устанавливать. Все, нажимаете отслеживать, система запущена, вот здесь в разделе заказов показывает, что виджет включен, и в публичной странице вы будете видеть на различных разделах эти персональные рекомендации, то есть можно разместить в каталог, можно разместить в корзину, можно разместить на главную страницу сразу же, чтобы человек понимал, причем у нас магазин обрабатывает просто очень большое количество информации, чем больше обрабатывается информация, тем более точная точность рекомендаций повышается. Хорошо, разобрались мы с персонализацией, еще нельзя обойти вниманием такие вещи, как работа со скоростью сайта. Вы наверняка знаете, что чем быстрее открывается сайт, тем приятнее с ним работать. Даже есть такая статистика, если сайт открывается более 4 секунд, то четверть посетителей просто закрывает и уходит. То есть вы фактически потеряете четверть прибыли. Ну и тут же нельзя оставить без внимания индексацию поисковиками, то есть поисковики естественно следят за тем, чтобы сайт открывался намного быстрее, чем быстрее открывается, тем выше будет поисковых запросов. Для этого у нас существуют также инструменты ускорения, сейчас кратенько про них расскажу. Ну во-первых, на главной странице вы будете видеть виджет, который показывает скорость, причем это не просто скорость работы с сервером, а сервис как бы заходит на ваш сайт и оценивает скорость отдачи вашей страницы. Тем самым он в среднюю выводит показатель скорости. Здесь же он дает рекомендации, что нужно сделать. Итак, композитный режим, то есть композитный сайт технологии и технологии ускорения сайта. Давайте нажмем сюда. Что такое ускорение сайта в CDN? CDN это сеть распределения контента. То есть в случае, если ваш клиент например находится условно в Хабаровске, а хостинг у вас расположен в Питере, то естественно вот эту цепочку длинную скажем по каналам связи загружать это намного дольше. Для этого существуют провайдеры CDN, у которых расположены сервера в различных точках страны. Соответственно ваш статический контент, картинки с различными файлы стилей, они туда загружаются и теперь когда клиент заходит с Хабаровска, он соответственно с ближайшего к нему сайта сервера хостера CDN будет загружать эту картинку. Это очень сильно увеличивает, то есть фактически в разы это минимально как происходит. Есть трафик, включается тоже одной кнопкой, ставите две галочки, нажимаете сохранить, система автоматически переводит нужные ресурсы на CDN. Следующий инструмент, ну скажем это даже технология композитного сайта, сразу же скажу, тоже включается одной кнопкой технологии, которая позволяет загружать ваши странички, ну фактически я даже не совру, наверное, если в раз в десятки, если не сотни раз, быстрее, потому что она загружает быстро сначала статические данные, тем самым мгновенно отображая страницу, а динамические данные, они загружаются как бы в фоне, клиент не замечает, как эта загрузка происходит, но по факту вот эти доли секунд, которые проходят до загрузки, уже дают понять посетителю сайта, что ваш сайт уже загрузился быстро, с ним интересно поработать. Пользуйтесь обязательно этими технологиями, опять же, композитный режим, он типовый шаблон наш встроен, но опять же, повторюсь, что партнеры, конечно, стараются все свои шаблоны, которые делают на маркетплейсе, тоже по умолчанию внедрять. Про мобильность мы с вами с самого начала говорили, но еще немножко цифра. Вот такое исследование было проведено в 2014 году. Посмотрите, более 80% вообще заходит с мобильных устройств. То есть не с браузера, а вот именно мобильные приложения пользуются. Конечно же, не всем подходит вариант мобильного приложения, но, как правило, если хотите вы сохранить лояльность клиентам, захотите сделать повторные продажи, то использовать мобильное приложение для вашего интернет-сайта это очень полезно и выгодно в общем-то. У нас создана платформа для создания таких мобильных приложений, причем вы создаете, скажем так, одну часть мобильного приложения, а сделать можно сразу же для двух платформ, для iOS и для Android. То есть оно будет таким же, как вы привыкли видеть, то есть со свайпом, с теми же действиями, которые производятся над самым популярным приложением, допустим, Facebook, ВКонтакте, все то же самое, и мобильное приложение будет отображаться ВКонтакте, информация с вашего сайта, например, каталог товаров, какие-то акционные карты, информация о магазине, можно сделать чат, например, с вами, переписки, то есть все очень удобно. Я пропустил еще один интересный момент. Интеграция CRM. CRM системы, тоже наверняка слышали все, что это такое, системы для работы с клиентами, то есть для поддержания связей. Вы можете настроить интеграцию интернет-магазина прямо с CRM Bitrix24, у вас туда будут попадать, во-первых, заявки, которые приходят с сайта, и заказы, которые будут создаваться, то есть, например, менеджер работает в Bitrix24, он, соответственно, при создании заказа, ему не нужно заходить на сайт, например, смотреть, создали заказы или нет, у него нотификация сразу на портале всплывает, создан заказ, он переходит в магазин или, например, в раздел сделки в Bitrix24, видит этот заказ, нажимает работать с ним и, соответственно, уже связывается с клиентом, причем у вас будет связь работать, то есть, вы будете видеть, какой клиент сделал какой заказ, то есть, все очень удобно, про возможности интеграции CRM мы проводили вебинары, ну и будем проводить, конечно, посмотрите их обязательно, там очень-очень подробно все рассказывается. Что ж, остается небольшая часть, я основу рассказал, в общем-то, основные какие-то вещи по работе с магазином, с платформой, более подробно, сейчас еще посмотрим по вопросикам, пробежимся, напоследок, хотелось бы сказать немножко, конечно же, о ценах, нельзя обойти этот момент, потому что сейчас у нас до конца декабря, ну, фактически до 11 января у нас действует акция со скидками, то есть сейчас все наши продукты можно конкретно управление сайтом можно приобрести со скидками от 10 до 15%, вот, собственно говоря, зеленым выделены те редакции, которые подходят для интернет-магазина, вот на малый бизнес 10% скидка, на бизнес 20% скидка, ну и на Enterprise тоже 20%, Enterprise это уже такая большая платформа для крупных проектов. Сразу же стоит сказать, что вы можете спокойно довериться нашим партнерам, их у нас сейчас более 13 тысяч, вы можете не беспокоиться, что, например, один партнер вас, не знаю, бросил, не дай бог, конечно, или, ну, некачественно выполняет работу и вам не понравилось, то вы можете спокойно перейти к другому, то есть, ну, такая отчуждаемость платформы, не привязанная к какому-то конкретному разработчику, тем самым вы можете переключаться между партнерами, делать доработки, например, партнер сделал вам сайт, к другому можно обратиться за дополнительными какими-то изменениями. Ну, и, конечно, вы можете обращаться на нашу техническую поддержку, она оказывается бесплатно, единственное, пока активно лицензия, она оказывается в приоритетном порядке, но мы всегда готовы оказать помощь какую-то поработать с платформы, если что-то у вас не получается. Так, теперь вопросики, я, пожалуй, перейду к ним. Так, вопросов много. Алексею я ответил по поводу шины дисков, все сейчас будет. Вот, все прям сразу про запчасти. Хорошо, ну, основные вопросы были тут по запчастям, если есть какие-то вопросы по работе с, собственно, с внутренней системой, то вы задавайте. Так, Роман один раз предлагает сайт автосервис, есть проблемы при визе альфа авто 5.1. Сам Рарус уже более-менее не может решить проблему, что делать? Роман Лаптев спрашивает по поводу сайта автосервиса от Раруса. Вы знаете, мне кажется, вот это какой-то технический вопрос, если он касается, конечно, нашей платформы и Рарус сделан свой сайт на ней, то первый вариант либо обратиться к ним, если они говорят, что это не их проблема, то можно обратиться в нашу техподдержку, мы разберемся и вам подскажем. Так, Павел, Павел, подключение к 1С бесплатно или нет, или нужно доплатить, подключение вообще бесплатно, то есть вы делаете настройку простую, ну естественно у вас должен быть Bittrex, у вас должна быть 1С, они платные, а между ними уже интеграция настраивается бесплатно. в 1С самой встроенной модули, то есть в комплект продукта входит, и вот тот модуль, который я показывал у нас на сайте, мы разработали сами, потому что, ну скажем так, 1С тяжелее обновлять продукт, потому что им нужно весь пакет обновлять, а один модуль нам проще доработать, мы постоянно его изменяем, тем самым какие-то последние скажем фишки добавляем очень быстро и оперативно, поэтому мы рекомендуем ставить поверх 1С еще дополнительно на этот модуль. Павел, Павел, 1С у нас купить не получится, к сожалению, мы не занимаемся продажей 1С, это нужно вам обратиться к франчайзе или к дистрибьюторам 1С, они продают 1С. Кстати, ну вот это без проблем делается, но мы к сожалению никак. Так, Алексей Горощук спрашивает, возможно стоит Яндекс.Метрик и Гугл.Аналитику. Возможно это установить, это делается обычным вставкой кода в саму платформу, в страницу вернее. У нас между прочим есть своя аналитика, то есть можно даже не используя какие-то сервисы сторонние можно нашей воспользоваться. В общем-то все это и статистика ведется, откуда заходы, с каких городов, айпишников и так далее, и так далее. Все это производится у нас. Ну здесь я к сожалению пока не настраивал ничего, но показать, что это есть, ну в общем-то можете посмотреть. Ну и говорю, сторонние аналитики прикручиваются тоже очень просто, без каких-то вопросов. Так, Дмитрий Давыдов спрашивает, где задавать вопросы. Да, здесь задавать. Какая Динеска лучше подойдет для интернет-магазина 5000 товаров. Ну, скажем, по Динеске и по количеству товаров не сориентирую, но насколько я знаю, что там тоже количество так же, как и у нас не играет роли. То есть у нас магазин абсолютно масштабируемый, это будет тысяча товаров, это будет сотни тысяч товаров. У нас есть магазины, которые работают с такими огромными каталогами и никаких проблем не возникает. Поэтому по Динеске еще раз посмотрите в раздел интеграция с 1С, интернет-магазин, требования к 1С. Вот здесь написано управление торговлей версия, управление небольшой фирмой, ну, на 8.1 платформе это еще комплекс на автоматизации и управление производственным предприятием. Вот эти вот эти 1С конфигурации подходят для интеграции с магазином 1С Битрикс. Как найти специалиста, который разбирается и с 1С, и с Битрикс Бизнес? Есть у вас такие? Роман Лаптев спрашивает. Конечно, это наши партнеры. Наши партнеры есть, конечно, те, которые просто, конечно, делают сайты на Битриксе, но есть партнеры, которые владеют компетенциями и в 1С, и в Битриксе. посмотрите на сайте 1С Битрикс, вы можете зайти в раздел партнеры, список партнеров, и здесь есть такая категория интернет-магазин. Можете нажать сюда, и здесь у вас покажутся партнеры, которые имеют компетенцию работать с интернет-магазином. Если вам нужна еще дополнительная интеграция с 1С, вот здесь шестереночку нажимаете, компетенция партнера интеграция с 1С, и нажимаете искать. То есть данные партнеры имеют реальный опыт работы с магазинами и с интеграцией с 1С, то есть они прошли такую компетенцию, мы проверяем эти проекты, проверяем, что сделано, какая сделана интеграция, здесь можете кого-то выбрать, можете город поменять, конечно же. Если будет сложность с выбором, то есть тут, конечно, их очень много, вы можете оставить заявку, опять же, раздел партнера заказать проект, написать то, что вам нужно, здесь откроется форма, написать, что вам необходимо, бюджет, например, сроки исполнения, заявка уйдет партнеру, партнеры, которые готовы будут выполнить вашу работу, они с вами свяжутся, и вы уже с ними поработаете. Так, Александр Четвертиновский спрашивает, модуль синхронизации 11 правильной торговли 3.0, для Украины дает 100% синхронизацию, такую же, как 11.1. Не скажу сходу, давайте сделаем так. Александр, я помечу ваш вопрос, у меня есть ваш email, я вам на него лично отвечу. Ну, опять же, если какие-то вопросы я пропущу, то, само собой, ответим чуть-чуть позже. Александр, я вас пометил, вам отвечу. Андрей Васюков спрашивает про базовую версию альфа-авто. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Если это какой-то шаблон, то, наверное, стоит к разработчику его обратиться. Андрей, уточните, это шаблон какой-то или это какая-то программа альфа-авто. А. Базовая версия альфа-авто. Угу. А, вот, Андрей Васюков уточняет, что битрикс с альфой работает. Ну, я, опять же, говорю, не знаю, что такое альфа, поэтому не могу вам сейчас ответить, работает или нет. Да, спасибо, Андрей. Думаю, интересно будет слушать это узнать. Еще и какие-то есть вопросы, либо мы даем слово моему коллеге, он уже расскажет, в общем-то, про то, зачем вы здесь собрались, про шины и диски. Так, вопросов нет, я вижу. Хорошо, здорово. Так, передаю вопросик и управления Ярославу. скажите что-нибудь. где наш Ярослав? Ярослав, скажите что-нибудь, пожалуйста, мы вас не слышим пока. Алло. О, Ярослав, мы вас слышим, здорово. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Ярослав, я менеджер компании Lime Media. В первую очередь я хочу предоставить слово своему руководителю Владу Эльберштейну, у него есть очень важная информация по принципу торговли автозапчастями, и он, собственно, сейчас по презентации вам скажет несколько слов. Передаю. Добрый день. Я так понимаю, что здесь сегодня собрались люди, которые хотят в каком-то будущем построить магазин автозапчастей для своего реально существующего на земле магазина или станции техобслуживания. Собственно, компания Lime Media уже 8 лет занимается тем, что создает какие-то какие-то проекты в области автомобилестроения и переносит их в интернет. Мы за это время накопили достаточно большой опыт и готовы им всячески поделиться. Можете звонить, писать нам, встречаться с нами. И сейчас я покажу какое-то наше видение того рынка, который сложился и может быть кто-то из вас увидит свое место на этом рынке и в соответствии с этим местом на рынке необходимо подобрать будет то программное обеспечение, которое позволит решить вопросы бизнеса и его развития. Значит, у нас вопрос, какие бывают поставщики запчастей. то есть вообще собственно говоря про участников нашей с вами торговой цепочки. Начинается все торговая цепочка у производителей. В большинстве своем это иностранные компании, хотя на территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии тоже есть достаточное количество предприятий, которые производят это. Дальше мы сталкиваемся с каким-то очень часто импортером, потому что на нашей территории может быть этих предприятий есть несколько десятков реально работающих, а в мире около 12 тысяч компаний занимаются производством запасных частей для автомобилей и около 4 тысяч компаний каким-то образом себя проявили в различных каталогах, которые есть на рынке. После того, как мы с вами прошли импортера, прошли границу, мы с вами сталкиваемся с тремя основными участниками рынка. Это дистрибьюторы, некие товарные банки. Это компании, которые накапливают запчасти, хранят их на своих складах и торгуют из этого наличия. После этого мы имеем дело по цепочке с дилерами. Это компании, которые специализируются на логистике автозавчастей, то есть, грубо говоря, они забирают у нескольких десятков или сотен дистрибьюторов какие-то прайс-листы или каким-то способом добывают, которые мы ниже поговорим, информацию о наличии или о возможном наличии у дистрибьюторов концентрируют ее и выдают розничным магазинам. Дальше мы имеем последнего участника торговой цепочки. Это розничный магазин. Он может быть в виде магазина при станции техобслуживания, может быть в виде отдельного гипермаркета, может быть в виде магазина, который исторически сложился по торговле отечественными запчастями и постепенно расширяет ассортимент. Но собственно в интернет-торговле мы имеем дело с основными тремя участниками этой торговой цепочки. Дистрибьюторы это такие достаточно сложившиеся и давно играющие на рынке компании. Их можно узнать по реальному наличию запчастей. Это от 3-5-15 тысяч артикулов, которые имеются в наличии и готовы быть проданы практически любым желающим. Эти компании часто объединены в крупнейшие мировые или являются частью крупнейших мировых закупочных союзов, как группа авто есть такой союз, есть союз АД на нашем рынке участвует и по значкам этих союзов можно отличить такие очень серьезные большие компании, которые накапливают запасные части и собственно ими распоряжаются на определенной территории. дилеры мы уже с вами немножечко остановились коротко, это такие агрегаторы информации и агрегаторы логистические, то есть это компании, которые умеют спылесосить информацию с рынка от дистрибьюторов и умеют раздать ее рознице, а после этого пропустить товарно-материальные ценности, по сути их перефасовав, сделав наклейки, атрибуты различные присвоив, оформив как заказы и прогнать их через себя на розничный рынок. Собственно мы еще раз вернемся к рознице, это наверное один из самых интересных для создания интернет-проектов и в них наверное реализуются самые сложные части интернет-проектов, которые связаны с подбором и собственно с точностью выдачи необходимого товара. На этом можно остановиться подробнее и это сделает мой коллега Ярослав, а схема работы этих компаний обычно выглядит так, то есть они прикрепляются либо к какому-то дилеру, либо работают напрямую с дистрибьюторами. Очень часто на этом рынке все происходит примерно так, как на этом слайде. Поскольку рынок автозапчастей не сложился и представляет из себя хаос, то допустим многие компании сначала занимались розницей, потом стали накапливать склад, потом этот склад разросся, вокруг не было ни одной приличной транспортной компании, они организовали транспортную компанию и в итоге мы имеем таких монстров, которые на рынке достаточно много, которые вроде бы берутся за все, это все у них получается что-то хорошо, что-то плохо, но в конце концов через какое-то время пройдет около 3-7 лет и на рынке та схема классическая торговля будет каким-то образом восстановлена и уже восстанавливается то есть рынок придет какое-то равновесие и после этого транспортные компании займутся своими логистическими делами и сконцентрируются на этом рознице, сконцентрируются на каких-то своих нюансах и собственно дистрибьюторы как банки будут улучшать свой ассортимент и завозить в страну либо производить те товары, которые собственно говоря необходимы вот наверное сейчас продолжит Ярослав а я к вам вернусь на следующем разделе и мы поговорим о покупателях Итак коллеги моя задача показать вам с технической стороны реализовано наше решение из-за ограниченности времени смогу показать вам только какие-то отрывки но постараюсь чтобы это было наиболее полным Итак таким вот образом выглядит начальный шаблон наш шаблон витрина в котором есть наша гордость так скажем хайлот каталоги это высоконагруженные каталоги чуть позже мы о них тоже поговорим Итак первое с чего начинается работа с нашей системы это создание поставщиков все поставщики собираются в разделе соответствующем и при добавлении нового поставщика вам необходимо будет создать элемент при создании элемента вы заполните ряд полей это название поставщика ID укажите базовую наценку и срок доставки также здесь необходимо указать название для пользователя то есть по сути вы замаскируете исходное название потому что клиенту это знать не обязательно ну и в итоге вам необходимо будет проставить валюту в которую вы будете загружать прайс-лист в том случае если валюта будет отличаться от рублей то соответственно вы ее выставляете она будет конвертироваться в соответствии с настройками которые вы установите на сайте в принципе как организовывается работа с поставщиками сейчас немножко отойду скажу что есть несколько модулей у нас которые позволяют работать автоматически с загрузкой прайс-листов это модуль автоматического скачивания по email по ftp или http второй модуль это онлайн процентка то есть это процентка которую вы получаете от тех самых дилеров которые были на слайдах ранее и модуль IP это модуль который позволяет вам обмениваться собственным складом то есть вы в автоматическом режиме будете настраивать обмен и на сайте будет отображаться актуальное наличие собственно первый шаг он характерен для всех поставщиков то есть не имеет значения как вы будете загружать прайс-лист или вы будете получать онлайн процентку вам необходимо будет создать поставщика и собственно вот этот первый шаг мы с вами рассмотрели следующим шагом является создание шаблона импорта опять же здесь для каждого поставщика создан отдельный шаблон важность шаблона связана с тем что поставщики присылают очень разнообразные прайс-листы и чтобы привести их в какую-то удобную форму для представления нашим клиентам мы создаем для каждого поставщика шаблон подобный шаблон не создается для удаленного поставщика и так собственно что в себя включает шаблон и здесь тоже по паре вкладок пробежимся это название шаблона к которому непосредственно привязывается поставщик из общего списка во вкладке соединения мы будем выбирать по какому протоколу будем подключаться точнее будем забирать прайс-лист поставщика и здесь мы можем выбрать следующие варианты это email это ftp который уже был предварительно настроен и http то есть у каждого протокола будут свои поля для заполнения ну и здесь следует сказать что система будет в автоматическом режиме заходить на сервера поставщиков на вашу почту и загружать оттуда прайс-листы далее пункт конвертации здесь важными моментами являются непосредственно то что формат прайс-листов который вы загружаете может быть в виде excel xlsx txt или csv либо zip-архивы данных файлов причем если поставщик присылает в этом архиве несколько файлов то система в состоянии распознать именно прайс по тому названию которое вы введете в данное поле более того достаточно ввести расширение этого файла и если файл с подобным расширением является единственным в архиве то система загрузит именно его далее типы исходного файла кодировка определяются автоматически есть важный момент который собственно и отображает то что мы должны представить прайс-лист в какую-то определенную структуру вложить в хранилище товаров в определенном виде и за это как раз отвечает порядок столбцов в файле сейчас я открою вариант прайс-листа здесь у нас есть артикул наименование бренд цена и количество очень простыми действиями мы проставляем в полях соответствие столбцов то есть если у нас поле бренд соответствует третьему столбцу из прайс-листа мы соответственно ставим цифру 3 если поле артикул соответствует первому столбцу из прайса то ставим цифру единицу и аналогично со всеми остальными полями более того вы можете дополнять поля и загружать туда дополнительную информацию если посчитаете нужно есть еще нюанс связанный непосредственно с торговлей автозапчастями очень многие поставщики грешат тем что не указывают точное количество у себя на складе это как говорится неудобно для учета например многие поставщики прописывают слово есть и как разобрать что обозначает какое количество обозначает данное слово для этого у нас предусмотрен функционал подстановок как он работает например мы выберем столбец в котором хотим произвести замену например это столбец количества и выберем что заменить и на что заменить в соответствии с подсказками которые в полях проставлены мы поставим слово есть на что на какое-то минимальное количество которое у нас с поставщиками заранее оговорено например 10 кто-то может ставить 100 200 и так далее и собственно на этом завершается по сути настройка прайс-листа есть еще функционал который позволяет прописать в столбец значения жестко то есть например если у вас прайс-лист от монобрендового поставщика то и например столбец бренда отсутствует как правило это бывает например если у вас прайс только по форду или только там по тойоте то вы можете очень жестко это задать и ко всему прайс-листу пропишется бренд форд это очень важно потому что соответствие в наших поисковых системах идет по соответствию артикул бренда далее есть вопрос что такое автоматизация обновления прайс-листов и как раз за это отвечает следующая вкладочка расписание не имеет значения какой способ автоматизации вы выберете по имейлу по ftp или по http здесь важно то что для каждого из этих способов вы можете выбрать интервал загрузки выбрать это раз в час раз в сутки с указанием дня и времени загрузки и раз в месяц то есть выбрать конкретный день и время для загрузки вашего прайс-листа если мы говорим об онлайн проценте то есть здесь прошу прощения скажу что настройка шаблонов на этом завершена и первые два шага которые мы с вами прошли создание поставщика и создание шаблона для этого поставщика по сути занимает не более пяти минут и свидетельствует о том что у нас поставщик на сайте создан он может обращаться к тем ресурсам то есть email ftp или http и загружать прайс-листы с определенным интервалом вот если мы говорим об онлайн проценте то здесь естественно автоматизация прайс-листов ну уже сама по себе реализована потому что в режиме реального времени сайт по запросу вашего клиента обращается к удаленному поставщику на данный момент в модуле удаленных поставщиков у нас доступно 18 данных поставщиков плюс все интернет магазины которые работают на нашей платформе естественно у каждого из поставщиков есть собственные так сейчас один момент видно закончилось вот такая вот у нас надежная система которая не позволяет превышать лимит по времени собственно что мы здесь вот по удаленным поставщикам да еще не сказали есть наценка которая добавляется к той цене которая транслируется именно для вашего аккаунта то есть мы знаем что у каждого из агрегаторов клиенты имеют собственные аккаунты для которых настроены скидки для которых настроены наценки и может быть даже срок доставки поэтому когда по одному из поставщиков вы производите регистрацию они предоставляют вам свои данные и вы получаете от них актуальную информацию здесь на чем следует сделать акцент это срок доставки то есть срок доставки который указывается в наших при создании поставщика в наших полях этот срок будет добавляться к тому который поставщик транслирует на своем сайте именно для вас и если мы говорим об API поставщика то есть это модуль который прошу прощения об модуле API который позволяет вам транслировать собственное наличие из учетной системы здесь просто покажу тестовую страницу на которой есть перечень доступных функций их достаточно много все эти функции работают через наш модуль API и позволяют получать информацию непосредственно в вашей учетной системе то есть обмен будет двухсторонний обмениваться можно товарами, заказами статусами этих заказов ну и клиентами-поставщиками так и собственно мне осталось сказать о том как происходит установка оценок и скидок по срокам доставки мы поговорили с вами скидки у нас отличаются от битриксовых и они являются ну так скажем более прозрачными потому что в каждом из полей вам достаточно заполнить определенные условия которые будут уточнять предыдущие вот в нашем случае мы в названии прописали какую-то информацию которая была бы понятна вам как администратору и возможно вашим менеджерам и тем более если их несколько вот эта информация достаточно была бы им важна собственно дальше вы можете проставить поля в полях просто прописать артикул запчасти и наименование производителя это будет непосредственно конкретный товар скидку вы можете давать также и на группу пользователей то есть создавая определенные группы и включая в них каких-то пользователей естественно вы добавите им все привилегии данной группы ну и вот по нашему кейсу мы можем дать скидку для конкретного пользователя по конкретному поставщику причем ну опять же да для любой из скидок характерны условия которые являются ограничением базовых цен то есть минимальная базовая цена и максимальная базовая цена под этим подразумевается следующее если мы укажем минимальную цену в 200 рублей то для системы мы дадим команду то что цена для данного поставщика для данного клиента по данному поставщику ну точнее если товар дешевле 200 рублей у данного поставщика для данного клиента то скидка на него распространяться не будет аналогично с максимальной базовой ценой если в прайс-листе товар дороже 1000 рублей то скидка на него распространяться не будет ну и здесь же да мы можем задать интервал от 200 до 1000 рублей, в рамках которых будет действовать данная скидка. Изменение цены в процентах. Здесь достаточно понятно. Указываем то, что у нас предусмотрено конкретным кейсом, и способ расчета цены. Их может быть несколько. И если мы опять же по кейсу будем смотреть, скидка от конечной цены будет подразумевать сумму цены из прайс-листа и базовые наценки, которые мы задали при создании поставщика. В данном случае это, например, у нас 100%. То есть базовая цена увеличится на 100%. И есть поля для создания торговых цепочек, для привязки скидок к разного рода участникам торговых цепочек. Это филиалы, дилеры, дистрибьюторы. То есть вы можете создать, это отдельный функционал, вы можете создавать подобные скидки для ваших филиалов. Коллеги, я передам слово, то есть вопросы, которые необходимо было осветить, показал. Сейчас передам слово Владу, и он расскажет вам о покупателях. Какие бывают покупатели автозапчастей? Добрый день еще раз. В этой части мы рассмотрим вкратце покупателей. Собственно, все покупатели в интернет-магазине мы поделим на две большие группы. Первая группа – это розничные покупатели, вторая – оптовые покупатели. Отличаются они прежде всего тем, что розничный покупатель приобретает запасные части и услуги для личного пользования, и оптовые покупатели покупают их для перепродажи. Собственно, это в дальнейшем очень сильно влияет на тот функционал, который мы с вами будем реализовывать, возможно, и который понадобится вашим клиентам. Собственно, розничный покупатель хочет, чтобы было, как обычно, надежно, выгодно, удобно. Оптовый покупатель хочет от вас стабильности, чтобы вы очень точно приняли заказ, не изменили цену во время принятия этого заказа, чтобы деталь у вас была в наличии, чтобы вы доставили вовремя эту деталь или набор этих деталей и так далее. То есть здесь, с одной стороны, кажется, что оптовому покупателю тоже важна цена. На самом деле, по нашей статистике, выбирают продавцов надежных, и это в первую очередь. При этом, допустим, розничный покупатель очень часто выбирает дешевых поставщиков и готов внутренне не рассматривать риски ни поставки, ни поставки, ни той запчасти, ни того товара. Собственно, отличаются они, эти клиенты, по поиску. Розничный покупатель ищет запчасть для конкретного автомобиля и ищет эту запчасть по наименованию. И, собственно, розничный покупатель не имеет квалификации. В отличие от него, оптовый покупатель на своей стороне очень часто имеет каталоги, которые установлены на десктоп, то есть на его компьютер, или какими-то он пользуется частично онлайн-каталогами, или доступами по тонкому клиенту к оригинальным каталогам или к базам кроссов. И к вам приходят уже с артикулом, либо с какой-то группой артикулов, либо с какой-то заявкой в Excel, либо с чем-то еще. И здесь будет, собственно, ставить вопрос автоматизации этого покупателя, для того, чтобы можно было забирать у него заявки через Excel, для того, чтобы можно было просматривать групповую заявку, по этой групповой заявке выяснять самые недорогие детали, те, что у нас есть на складе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Собственно, условия для покупки розничного покупателя, которые необходимо создать на сайте интернет-магазина, заключаются в том, что нам надо ограничить выбор. Как бы это странно ни звучало, но сейчас по всем, по 80% самых продаваемых деталей на рынке, мы получим невероятное количество заменителей, аналогов, оригинальных, неоригинальных, от разных поставщиков. По некоторым, допустим, номенклатурам запрос одного артикула может привести к тому, что вы получите несколько сотен предложений, а иногда даже тысячи предложений. Допустим, у нас есть артикул, по которому, допустим, компания Emix предоставляет порядка 3,5 тысяч предложений к продаже. Вот, собственно говоря, условием для этой покупки является ограничение этого выбора и автоматизация этого ограничения для того, чтобы, с одной стороны, вам автоматически предлагать клиенту ту деталь, которую выгодно продать вам, и, с другой стороны, чтобы, если клиент захочет посмотреть все, то в этот момент все, что у вас есть, в этот момент он увидел, что вы предложили ему что-то разумное, и можете объяснить этот разумный выбор. Собственно, второе условие для покупки клиента, который не имеет квалификации и покупает для себя, это каталоги в один клик. Позже сейчас Ярослав покажет пример такого каталога. Мы ими занимаемся уже достаточно давно, и по каким-то номенклатурам, по каким-то наименованиям деталей достигли определенных успехов, и на рынке многие компании пользуются нашими каталогами для продажи самых популярных товаров. Собственно говоря, есть еще одно условие, которое в розничном магазине было бы лучше соблюдать. То есть, если мы что-то можем выбрать в интернете, и что-то можем купить в интернете, в интернет-магазине автозапчастей, это примерно, ну скажем так, если взять всю весь автомобиль, то мы получим 3,5-4,5 тысячи артикулов, из которых собирается автомобиль. Вот из них 80% деталей человек не квалифицирован и не в состоянии купить самостоятельно. Но он спрашивает эти детали достаточно редко, и процентов 20 деталей являются расходниками, запасными частями, и их спрашивают достаточно быстро. Их спрашивают достаточно часто и периодично. Вот по этим деталям мы можем с вами сделать автоматизацию по 20%, которые составляют 80% покупок в магазине. И по 80% деталей нам надо сделать очень качественный доступ к подборщику, чтобы подборщик по сложным деталям уже имел возможность получить ВИН автомобиля, имел возможность получить название этой детали, которое нужно клиенту и так далее. Вот, собственно говоря, вот эти условия для покупки необходимо создать розничному покупателю. Условия для покупки оптовому покупателю. Это максимальный выбор, то есть вы что-то собрали с рынка, какое-то наличие этого рынка, и вам надо этот максимальный выбор предоставить этому клиенту для того, чтобы он сам быстро и по своему разумению выбрал то, что ему нужно. Собственно, поскольку идет какой-то поток запчастей, которые у вас покупает оптовый клиент, то в этот момент какие-то торговли оптовые насыщаются элементами какой-то банковской деятельности. То есть вы начинаете делать какие-то резервирования, какие-то отсрочки, минимальные даже пусть платежей, и начинаете, по сути, товарное кредитование. То есть весь функционал, который нужен для смешивания торговой деятельности с банковской деятельностью, там, где оплата идет уже не за конкретный приобретенный товар, а оплата привязана ко времени и к долгу вашего клиента. Вот этот функционал у нас реализован, и его можно более подробно будет посмотреть на наших еженедельных вебинарах. Можно обратиться к Ярославу и записаться на демонстрацию нашего функционала. Вот, собственно, мы в конце рассмотрим с вами примеры успешных проектов, а сейчас я предоставляю слово Ярославу, который с вами сделает обзор вот этих самых каталогов, оригинальных, неоригинальных, и те, которые мы готовим для наших клиентов в различных видах. Так, коллеги, продолжаем. Есть разные варианты каталогов, в принципе, для подбора запчастей. Это оригинальные запчасти, точнее, каталог оригинальных запчастей, который позволяет вам искать как по ВИНу, так и по структуре каталога. В нашем случае мы можем сейчас посмотреть, как работает подбор по ВИНу. Перейдем в каталог. Модификацию. Найдем нужный нам агрегат. Так, вот он. И в конце мы увидим оригинальные артикулы для данного автомобиля, то есть они идут от производителя. Ну и, собственно, в итоге нам необходимо нажать на кнопочку «Узнать цену». В результате мы получим поисковую выдачу с учетом нашего наличия на складе и, соответственно, процентки от удаленных поставщиков. Под наличием я подразумеваю также и прайс-листы, которые вы загружаете от ваших поставщиков. Ну и здесь следует сказать, что даже если артикул запрошенный найден не будет, он может быть скрасирован Тегдоком. И, соответственно, по всем запросам, которые Тегдок крассирует, все эти запросы обращаются в хранилище товаров, они обращаются к удаленным поставщикам, и в результате клиент получает поисковую выдачу. В принципе, получает он и достаточно быстро. Ну и, соответственно, вот сейчас мы с вами видим, как работать может Тегдок. Дополнительная кнопочка «Инфо» обращается к информации из него, и клиент получает применимость в данной запчасти. Это что касается оригинальных каталогов. Далее рассмотрим каталоги неоригинальные, но конкретно Тегдок. В нем содержится порядка 100 марок автомобилей, которые постоянно пополняются этой немецкой компанией, Тегдок, МБХ, Information. И, собственно, здесь содержится большая база кроссов, а сам каталог состоит из неоригинальных запчастей. Ну и, собственно, здесь, естественно, нету подбора. Необходимо будет пройти по структуре каталога, но, тем не менее, пройдя по структуре, в результате мы можем получить вот такие вот карточки товара. Там, где мы видим цену, это цена точного соответствия артикул бренда для данной карточки. То есть это необходимо для того, чтобы фотография соответствовала артикулу из хранилища товаров. То есть это, например, бренд-патрон, и это определенный артикул. Но дополнительно к этой карточке подтягиваются и аналоги. И переходим непосредственно к каталогам LineMedia. Это Highload каталоги. В частности, это каталог ТО. Здесь я обратил бы ваше внимание на то, что клиенту для того, чтобы воспользоваться данным каталогом, и, в принципе, каталогами Highload, достаточно выбрать марку, год выпуска, модель и модификацию своего автомобиля. То есть клиенту нет необходимости ввести это один раз, система это запомнит и перенесет в такой функционал, который называется гараж. В гараже содержатся все автомобили, которые клиент когда-либо выбирал. И, соответственно, он может их очень просто вернуть и поставить для поиска. Собственно, что касается поиска для каталога ТО. Здесь выводятся все запчасти, которые регламентированы в какой-то мере для ТО, то есть, по сути, расходники. Зеленым, естественно, помечено то, что в наличии есть либо у вас, либо у ваших удаленных поставщиков. Розным цветом помечены те запчасти, которые отсутствуют или которые не найдены. Соответственно, клиент имеет возможность проставить галочки напротив тех запчастей, которые он хочет выбрать. Он может выбрать аналоги. То есть, помимо рекомендуемого артикула, клиент может выбрать еще и тот, который ему более интересен, так скажем. То есть, например, он доверяет марке Bosch. Еще одной особенностью каталога нашего ТО является проставление пробега. Пробег у нас проставляется кратно 10 тысячам километров, и при выборе пробега выходят те запчасти, которые рекомендуются по регламенту. Соответственно, в зависимости от изменения пробега вы получаете разное количество запчастей, которые необходимы по регламенту. Здесь, наверное, следует сказать, что пробег наши пользователи имеют возможность менять самостоятельно и настраивать под те автомобили, на которых они специализируются. Результатом всего этого подбора является возможность клиента купить весь комплект и перенести все это многообразие подобранных товаров в корзину. То есть, ему нет необходимости искать каждый артикул по отдельности, ему предлагается комплект. Данный комплект может выстраиваться по вашему усмотрению, то есть, в зависимости от цены, в зависимости от сроков доставки, либо только по вашему наличию выводить приоритеты. И, соответственно, клиент будет уже тратить гораздо меньше времени для подбора запчастей. И ему, естественно, не потребуется квалификация, которую обладают оптовые клиенты. Еще один вариант каталога ТО – это каталог срочного ремонта. Здесь, я обращаю ваше внимание, также выводится информация по автомобилю. И вот у меня есть карточка, которая уже имеется из каталога срочного ремонта. И в эту карточку, я обращу ваше внимание, подтягивается, опять же, все наличие, скрассированное с данным артикулом по данному конкретному товару. То есть, сюда тянется информация от всех поставщиков, уже скрассированная ТЭК-доком. И, естественно, клиент может любую запчасть из этой карточки купить. Ну и в заключении, хотелось бы сказать, что мы можем создавать подобные каталоги, исходя из вашего собственного наличия. То есть, по вашему наличию собрать каталоги, добавить к ним применимость. И подобным образом клиенты смогут подбирать запчасти от вашего собственного склада, по вашим собственным карточкам. Ну и я тогда передаю слово Владу. Ему сейчас заключительный вопрос по реализованным проектам. И я думаю, что он сможет ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание, коллеги. Я с вами. И показывать успешные проекты всегда, или реализованные проекты, приятно. Собственно, вот здесь вот есть примеры. Вы можете зайти на эти сайты, посмотреть. Это Avalon. Здесь мы реализовывали именно работу дистрибьютора. То есть, 30 складов объединяли в один. И этот склад выдает общий объединенный прайс-лист и торгует с оптовыми клиентами. Вы задаете какие-то вопросы где-то? Что? Да, вот сейчас. Если есть вопросы, то, собственно, задавайте их. Я буду по мере отвечать. Ну, я, наверное, продолжу пока. Сейчас не закрывает экран, ведь? Значит, есть компания Solers, такая у нас торговый дом Solers, который объединяет какое-то количество автомобильных заводов и плюс закупает самостоятельно запасные части для обеспечения своих компаний и торгует. И, собственно, дальше мы перейдем к Service Plus. Есть компания, которая мы каким-то образом... Компания O-Service Plus тоже самая, очень похожа на Avilon. Более 20 складов, дилерских центров, которые объединяются в один прайс-лист и, собственно, раздаются клиентам. Есть компания ШТМ, которая известна на белорусском рынке. Для них мы готовили программное обеспечение для, собственно, торговли Российской Федерации. И вот здесь как раз можно увидеть то самое представительство групп авто, о котором я говорил ранее. Есть компания Delta Distribution, которая обладает своим оптовым достаточно большим складом. И здесь тоже речь идет о дистрибьюции и продаже своего наличия. Есть еще компания TechCom, тоже очень похожие. И дальше можно, наверное, говорить о компании Autodoc, достаточно крупная компания, для которой мы реализовывали большой проект по обслуживанию каталога TechDoc на сайте, где производятся миллионы запросов в сутки. И, собственно, этот проект с высокой нагрузкой, он работает уже несколько лет и, в принципе, участники этого проекта довольны. Есть компания Авторусь. В данном случае речь идет о ее дилерской части, которая закупает на транзитный склад запасные части, детали и продает, торгует с розничными магазинами. Ну, собственно, вот здесь как раз Авторусь, пример компании, которая развивается во все стороны, имеет логистическую структуру, имеет дистрибьюторскую структуру и какое-то количество гипермаркетов, что-то 11 или 12 гипермаркетов под брендом этой компании. Вот, собственно, это компания техцентра, автотехцентр. Это дилер, именно такой агрегатор по грузовым запчастям. Может быть, там широкой публике он не очень известен, но это 40 таких дилерских точек по всей стране для реализации оптовым клиентам грузовых автозавчастей. Компания Автомаг, это уже мы по рознице пошли, розничные магазины, сеть розничных магазинов в Москве и Московской области. Авто 49, это около 200 магазинов по всей стране розничных, которые связаны в одну сеть и, собственно, есть и не такие крупные проекты, но они достаточно интересны, потому что касаются конкретной какой-то марки. Мы говорим о General Motors и вот здесь речь идет о нескольких магазинах, которые специализируются именно на продукции General Motors, Deo, Chevrolet и Opel. И под них создавался отдельный проект розничный. Иногда мы участвуем в больших проектах. Есть такой непрофильный большой гипермаркет, и для него сначала было непрофильным торговля автозавчастями, но сейчас уже по прошествии года можно сказать, что проект получился, и на сегодняшний день оборот торговли за автозавчастями достаточно приличный, и он развивается дальше, это Юмор-24. Наверное, мы где-то делаем около 50 проектов в день, в год, и эти проекты в большинстве своем либо это средние компании, либо это крупные компании, поскольку то программное обеспечение, которое мы производим, оно не дешевое и требует постоянного обслуживания, и, наверное, на стороне заказчика требует и менеджера проекта, и в дальнейшем контент менеджеров, и администрацию различную, то есть это полноценный и настоящий магазин, равный тому, что есть, собственно, в живую природе на Земле. На сайте Delta Distribution антивирус говорит о наличии вируса на первой странице. Да, ужасно. Я сейчас прямо позвоню компании Delta Distribution и скажу, что у них на сайте на первой странице вирус. Смотрите, какая ситуация. Мы производители программных продуктов. После того, как мы с вами или с нашими клиентами, с уважаемой Delta Distribution заключаем договор, мы строим магазин, и после этого либо Delta Distribution остается с нами, и мы продолжаем обслуживать с помощью наших сервисных партнеров или самостоятельно в разных, либо вы забираете, собственно, купленное ПО и обслуживаете его самостоятельно. Если не секрет, какое количество сотрудников вашей организации? У нас есть два офиса в Москве, и сейчас я просто прям... В одном офисе работает 15 человек, и во втором офисе около 30 человек. Наверное, вот такой, не очень большая организация. Я где-то пропустил еще вопросы. Так. Как найти специалиста, который разбирается? Я уже, наверное, на большинство ответил вопрос. Хорошо. Если есть еще... Вот еще по стоимости спрашивают. Смотрите, по стоимости вопрос... Это может стоить несколько десятков, там, сто или 200 тысяч рублей, и может стоить 5 миллионов. И, в принципе, это зависит от того, что вы собираетесь построить. У нас более 50 модулей, из которых мы, по сути, для какого-то конкретного бизнеса собираем конструктор. Да, опять же, мне сейчас трудно ответить, о каком модуле идет речь. Можете со мной поговорить об этом или с нашим сотрудником. И здесь необходимо понимать, что и модуль от модуля тоже отличается. То есть, есть какие-то модули, которые можно поставить прямо на Bittrex, есть какие-то модули, которые нужно поставить на главный модуль Live Media. Да, можно купить отдельно модули, но я еще раз хочу подчеркнуть, что Bittrex замечательный магазин, и вот именно все, что связано с одеждой, или, не знаю, с электроникой, или с чем угодно, работает прекрасно. Но мы имеем, поскольку дело с множественностью поставщиков и с огромным количеством деталей, товаров, которые измеряются не десятками, не сотнями, тысяч даже, а миллионами, то в какой-то момент Bittrex не будет справляться с таким количеством. Собственно, поэтому и созданы наши модули. И речь идет о главном модуле хранения, именно хранение и поиск среди миллионов закачанных туда прайс-листов. И вот в этот момент, если эти миллионы, они есть, то с ними, то необходимо поставить главный модуль, а к нему уже дополнительный. То есть, какие-то модули работают с Bittrex напрямую, а какие-то модули не работают с Bittrex напрямую. Я немножко уточню для слушателей, и вы тоже, пожалуйста, читайте вопрос, потому что они не видят все вопросы. Вот Дмитрий Давыдов и Сергей Иванов задавали вопрос как раз по докупке дополнительных модулей, и сейчас вот про них отвечали. Там еще вопрос про аксессуары. Дмитрий Давыдов еще задает вопрос про аксессуары. Хорошо, да, про аксессуары. Есть несколько групп товаров, которые очень плохо каталогизируются, то есть автоматически каталогизируются. Среди них масла, шины, диски, аккумуляторы и аксессуары. То есть здесь надо говорить о том, что вы где-то этот каталог видели в природе, то есть вы его представляете себе или вы просто фантазируете, а я хочу каталог фаркопов, которые привязаны к машинам. То есть вариант, у вас есть какой-то поставщик, и он поставляет фаркопы, и на основании его какой-то прайс-листа, его предложения можно сделать каталог. Вариант, вы хотите... Отлично, он насознан вручную из 1С. Ну вот, видите, его надо перенести на сайт, создать карточки товаров, и по этим карточкам товаров он будет запрашивать те наличия, которые у вас есть в 1С. Я думаю, что вот с Дмитрием Давыдовым лучше побеседовать отдельно, если просто вопросы такие уходят в конкретику, и я не знаю, насколько они остальным участникам интересны. То есть я готов ответить на ваши вопросы уже вне рамок этого встречи, и, наверное, лучше отдельно побеседовать на эту тему. Коллеги, можно ли, контакты какие-то оставите, то есть почту? Да, конечно, сейчас я на славу все контакты передаст, и, собственно, почту, телефон, да, и можно будет связаться через него и назначить какие-то переговоры, встречи. Еще раз повторюсь, запись будет выложена, то есть все будет записано, поэтому заходите еще раз, пересмотрите. Еще вспоминая то, что много вопросов задавали по интеграции с 1С, у нас в четверг будет еще один вебинар, как раз посвященный вот этой интеграции. Рекомендую тоже на него зарегистрироваться, посмотреть, там будут все нюансы освещены. Вот, найти можно этот вебинар на нашем сайте 1С Битрикс, раздел «Компания мероприятия вебинара». Там найдете от 10-го числа и регистрируетесь. Алексей, я прошу прощения, я могу ответить Роману, Роман зафиксировал ваши контакты, передам профильным менеджером, они с вами свяжутся, либо непосредственно свяжутся с вами Влад. И Алексей, хотелось бы узнать, как можно сделать рассылку, возможно, клиентам наших контактов, тем, кому интересно. Хорошо, сделаем рассылочку, я выгружу всех посетителей по e-mail, передадим вам, вы уже сделаете ваши контакты для связи дальнейшей какой-то работы. Да, хорошо. Так, еще какие-то вопросы есть? Я еще раз прошу прощения, Сергей Иванов, можно ли нашим сотрудникам посмотреть вебинар позже? Сергей, более того, мы можем с вами отдельный вебинар провести по тем модулям, которые вас интересуют, мы такое практикуем, то есть мы совместно договариваемся о времени и дне проведения, назначаем это время, и я провожу подобный вебинар в принципе даже ежедневно, на ежедневной основе. Вы можете подключить столько сотрудников, сколько посчитаете нужным. Единственное, что вебинар провожу по скайпу, поэтому может там не выдержать какую-то большую нагрузку. А в целом, да, либо мы можем скинуть также видео, частично подготовленное по нашим модулям, то есть есть, опять же, у нас документация в открытом доступе, с ней тоже можно ознакомиться. Ну что ж, наверное, Алексей, все. Спасибо вам большое за вопросы, спасибо то, что смотрели нас. Запись будет выложена, если не сегодня, то завтра. Заходите на нашем сайте в разделе вебинары посмотреть. Большое спасибо Ярославу и коллегам с Line Media. Наверное, все. Завершаем. Всем хорошего дня. Удачи. Да, спасибо за предоставленное слово. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok